ребятушки всем привет всех приветствую на своем канале город харьков на связи с вами ваш александр по вашим долгожданным просьбам выхожу с вами на связь рассказать как реальная обстановка в городе харькове что нового что интересно как мы здесь живем а точнее выживаем правильно вы пишите в комментариях что это похоже на некий режим выживания который длится уже не первый год перед просмотром данного видео ребятки не забудьте подписаться на канал поддержку коренного жителя города харькова поставить лайк под этим видео и написать свой комментарий абсолютно любой по данному поводу также поделитесь видео с друзьями и знакомыми сделайте максимальный репост чтобы люди знали правду из первых уст как мы здесь живем и выживаем давайте начнем ребятки по порядку какая у нас обстановка по прилетам в городе харькове по прилетам в городе харькове также расскажу обстановку по прилетам ребятки в области вам обстановка мягко говоря мягко очень даже мягко говоря непростая прилетов было несколько ребят киевский район шевченковский район холодногорский район были прилеты слобожанский район основянские и все это все это ребятки за один день вы просто вдумайтесь За один день такое количество прилетов в самом городе Харькове В самом городе Харькове Вот так вот мы здесь живем, ребят Многие спрашивают, да как вы там, что вы до сих пор не выезжаете А многие пишут, да людей, машин в городе Харькове полно Жизнь такая же, как и довоенная до 24 числа Люди живут, кайфуют, бары, рестораны, стрепухи, все дела Все работает, что ты там типа рассказываешь Я, ребят, вам повставляю здесь с места событий Фотографии, видео постараюсь вставить, чтобы вы увидели, что действительно происходит Сейчас вам поподробнее расскажу о прилетах, о последствиях этих прилетов Что я должен от себя сказать, ребят Эти прилеты слышал не только я, а и наши подписчики Которые были на прямой трансляции, ребят У нас была вечерняя прямая трансляция Сегодня, кстати, надеюсь, тоже она будет Опять повитрена тревога, слышно вам или нет, напишите, ребят, в комментариях У нас, кстати, она бывает заедает, пишут в пабликах, что она заедает И вечером гудит и гудит и гудит и гудит, не выключаясь Так вот, подписчики, сидя в наушниках, смотря нашу прямую трансляцию Даже сквозь наушники, сквозь наушники услышали сильнейший звук прилета, сильнейший звук взрыва О чем можно дальше, ребят, говорить? То есть вы должны понимать масштабы, да? Поехали, ребятки, давайте поподробнее по прилетам в Харькове А потом поподробнее по прилетам в область Информации, ребятки, очень много Поэтому усаживайтесь поудобнее и слушайте Место Харьков, Холодногорский район Наслідок обстрелу пошкоджено частково шесть приватных будинків Та дві господарчі споруди Постраждали сім людей, з них три дитини Дівчинка 10 років, хлопчик 12 років, дівчинка 17 років Реакція на стресс Следующий, ребятки, случай Следующий случай Місто Харьков, Київський район Наслідок обстрелу горіла трава на площі 1 гектар Следующий, ребятки, случай Місто Харьков, Шевченківський район Наслідок обстрелу горів автомобіль Пошкоджено два кіоски Скляна будівля, обласної лікарні, готель Постраждали 4 людини Там уже был, ребят, прилет И вот опять, возле этого отеля, который был очень красивый Посмотрите видео мои Ездил я, ребятки, до 24 числа Встречал оттуда, собственно говоря, гостей города Которые приезжали, возил на такси Там было очень-очень красиво Очень-очень красиво Чтоб вы понимали Так, ребятки, следующий случай Основянский район Наслідок обстрелу Горіла трава Пошкоджено, скляни 150 вікон Скляни 150 вікон Пошкоджено, представляете А у нас есть и не скляни Вікна, ребят И это без шуток Есть окна у людей, которые забиты ОСБ Фанерой Люди, как позабивали еще вначале Так до сих пор, как говорится, так и живут Автобус Семь вантажных автомобилей Три легковые автомобили Постраждали дві особи Місто Харків Следующий, ребят, случай Слободский район Постраждал 61-ричный человек Давайте по области, ребятки То, что известно на сию минуту Купянский район Курилевский ДГ Село Новосынова Территория рынка Загинуло дві людини Постраждали дві жинки Богодухівский район Золочевское ТГ Село Ивашки Внаслідок обстрілу Постраждали 68-ричный человек 57-ричный человек Та 55-ричная жинка Следующий, ребятки, случай Чугуевский район Старосалтівское ТГ Село Шестакова Внаслідок обстрілу Горів Дах Скляної будівлі На площади 500 метров квадратных Представляете Пошкоджено три корпуси Куривника Постраждали Ну, коровник Постраждали Два чоловіка 34-ричний Вот на секундочку, ребят Это всего лишь Навсего за сутки Чтоб вы понимали Как мы здесь живем Да какие нервы Выдержат, ребят Абсолютно Никакие нервы Не выдержат Ни у меня Ни у мамы У нас уже нету Такого, знаете Как бы Спокойствия Какого-то Умиротворения Там И, шо ты Живешь спокойно Мечтаешь о будущем Вот, в частности Да Я вчера разговаривал На прямой трансляции Сейчас вам скажу Без угрызения совести Правду, как есть Забил, ребятки Забил на свое здоровье Забил на свое здоровье Почему? Так же и мама Начала забивать На свое здоровье Потому что Ты не знаешь Что будет завтра Что будет завтра Ты не знаешь Ты не понимаешь Ты не фантазируешь На год вперед На месяц Да даже на неделю С такими прилетами Когда прилетает Каждый день Где угодно Что попало Эти каберы С-300 Потом прилетают Эти шахеды Это шушу Ребят Летит все Что только можно Плюс подпаливаются Телеса Дома Ну, ребят И, конечно Ты не планируешь Да На будущее Что-то Ты не уделяешь Уже такое Внимание И время Своему здоровью Вот почему Собственно говоря И зубами Так оно пошатнулось Потому что И у мамы По здоровью Потому что Некогда И нету Особого желания Ходить по этим Всем врачам Ну, представьте Ты живешь Целыми днями Постоянно у тебя прилеты Целыми днями Ты постоянно живешь В этом, как говорится Стрессе Таком Затянутом Я вам рассказывал Кто не видел Посмотрите видео Наш подписчик сказал Это было видео Снято 22 числа Когда, собственно говоря Ехал я Таксовал Обязательно Пролистайте Там есть видео 24 числа Первый день Посмотрите на моем канале Да Когда все это началось Начались прилеты И вот 22 числа Когда я стоял На перекрестке Знак стоп был И В задний бампер Уехала машина Да Девочка Там начался такой Кипиш Короче Что я головой Выдавил Лобовое стекло Там и туда и сюда Короче Я плюнул Потом женщине стало Плохо в машине Я ее повез в больницу Женщина в итоге Вообще не в то такси села Это конечно Для меня был стресс Ребят Ну конечно Это был для меня стресс Но Что я вам должен сказать Это был один день И один такой стресс ДТП Да А сколько Сколько Мы за день Здесь сейчас переживаем Точно таких же Примерных стрессов Только намного больше Вот за день прилетело Там раз 10-20 И каждый раз Это считайте Как вы попадаете Один раз ДТП Вот представьте Это как ты едешь На машине И тут раз В бочину Кто-то тебе влетает Так же и ты сидишь дома И тут раз В соседнюю хату прилетело Ты бежишь там Людям помогать И так далее И тому подобное Либо же через 100-200 метров Там какую-то многоэтажку На твоем районе Где снесло 3 этажа И Ты понимаешь Как бы В каком ты находишься Вот этом Постоянном состоянии Считаешь Что за день Там раз по 10 Попадаешь Собственно говоря Ну это что-то с чем-то Ребят Для нервной системы Это конечно же Нагрузка Просто Колоссальнейшая Просто колоссальнейшая Вот так ребятки И живем Как говорится Не живем А выживаем Поэтому На здоровье Так немного Подзабито Было Но вообще Честно говоря Мы не любители Ходить по врачам Ни я Ни мама Но Хотя бы Те же самые зубы Их лечить надо Вот я Врачу съездил Зуб он мне поставил Я вам показывал Да Поставил Прилепил Как он сказал Прилепил назад Главное Говорит Чтоб культя осталось Как он выразился Там кусок Этой культи Осталось Но я вам показывал Да Кусочек зуба Он прилипошил обратно Ту же самую коронку Но надо лечить дальше зубы Надо заниматься Потому что Три месяца мы просидели Вот там в погребе В морозяке В холодине Где естественно У меня пошел и налет И пошли портиться зубы От этого холода Да и у меня И у мамы Мамы тоже очень сильно Посыпались ребят Зубы Это У него Были хорошие зубы Относительно ее возраста Вот хорошие были зубы Коронки были еще Те еще Поодеты Железные Да Такие стальные Все как бы Но Когда посидели Три месяца В этом погребе То пошатнуло Здоровье очень сильно У нее Вот это вот Кисты Вы видите Да Что мы сейчас ездим По врачам Лечим Кистам Мантки И помимо И помимо всего этого Другие Оказывается Еще нашлись Проблемы Тоже делали мы Обследование Расскажу вам В отдельном видео Потому что Это затянется Очень надолго Ролик И у меня Нужно Мое тело Дальше Понимаете Раз Инвалид Детство Два Что там Болячик Куча Три И Ну нужно же Заниматься Чтобы продлить Как-то Свою жизнь Продлить Своё существование Надо как-то Искать Какой-то Позитив Вообще Вам хотел Сказать Ребята Что если У вас Живые Мама Папа Дедушка Бабушка Муж Жена Дети Все остальные А в основном Это касается Ваших Собственно говоря Родителей Которые Уже пожилые И если Вы Ребятки Тратите Время На какую-то Ругню Какую-то Скандал Да не вздумайте Этого делать Мы Настолько Мало Ребят Вообще Живем Человеческая Жизнь Это Мгновение Мгновение Если взять В истории Так это Вообще Там Щепоточка Да Тратьте Это время На то Чтобы Помогать Друг Друг Поддерживать Друг Друга Любить Друг Друга Уделять Друг Другу Внимание Потому Что Потом Только Раз И Нету В живых Бабушки Дедушки Мамы Папы Мы Все Не Вечны И И вы Будете Нелепые Скандалы Другого Человека Вы Никогда Не Исправите Если Он Сам Этого Не Хочет А тем Более Если Этот Человек В возрасте Лучше Потратьте Это Время На Теплое Душевное Какое-то Общение На Попить Вместе Какую-то Чашку Чая На Самореализацию На Само Какое-то Я не знаю Развитие И на То Чтобы Ищите Так же Проблему В себе Если У вас Постоянные Скандалы Не Спихивайте На Кого-то Хочешь Изменить Ситуацию Поменяйся Сам Прежде Всего Понимаете Как Я Тоже Я вам Скажу Раньше Общался Я Этого Не Понимал А Потом Я Понял Что Как Можно Изменить Человека Если Он Сам Не Хочет Если Человек Сам Не Хочет Поменяться Не Хочет Бросить Курить Да Ты Что Не Делай Он Не Бросит В Общем Ребят Видео Уже Опять Затягивается Заходите На Вечернюю Трансляцию Пообщаемся Вживую Смотрите Мои Другие Видео Всем Крепкого Здоровья Мирного Неба Над Головой Пусть Сбываются Ваши Мечты От Самой Маленькой До Самой Большой Всех Обнимаю Всех Рад Видеть На Своем Канале Кто Хочет Поддержать На Лечение Мамы Донатом На Лечение Санечка Зубов На Корм Животных На Лечение Кота Шарика Тоже Хочу Рассказать Обязательно Снять Обзор На Шарика На Зевсуню Отдельно Чтобы Вы Посмотрели Наша Подписчица Написала Классную Дею Сделаем Обязательно Только Надо Подготовиться Вот Такие Ребятки Дела Карточки Приват Монобанк Пайпал В любой Валюте Можете Также Присылать Посылочки В описании Под Видео Есть Укрпочта Новая Почта Можно Посылки Из-за Границы Присылать Присылали Нам Когда-то Подписчики Можете Корм Животным Прислать Можете Для Мамы Какую-то Вкусняшку Для Меня Что-то Присылать Буду Привели Ко Благодарен Обязательно Сниму Присылать Присылать